Ну и врываюсь, наконец-то, в последний Серж Забек. А, ты также у нас сегодня главный специалист, консультант по марке. На самом деле, что мне дало это пар в путешествие? Во-первых, я немножечко, конечно, прокачала чтение нот. Я где-то попала совсем, где-то совсем не попала. В смысле, где-то очень попала, где-то совсем не попала. И вот сегодня у меня последние три слепых за артеста. Я знаю названия, они мне ни о чём не говорят. И я ещё коротко расскажу о тех ароматах, которые я знаю, которые я давно до этого разнашивала. И на основании чего я приняла решение, что это не моя марка. Давайте начнём пока со слепых за тестов. Я сейчас открою свои заметки. И забавно, что именно вот эти ароматы, а похоже, что это новинки бренда. То есть поменялся ракурс как таковой. Вот кроме сиротки. Здесь две новинки, я так думаю, небоскрёбные. Это Ля Про Е, чего-то там. И какой-то перелюзьман. Перелюзьман. Представление не имею, что это значит. Давайте начнём с Ля Про Е. Короче. Чем он отличается от основной линейки? Это гораздо более плотно сбитый аромат. А, вот он даже такой розовенький, бежевый на диске. И мне пришла в голову идея проводить аналогию с крепким алкоголем. Ви эс, лёгким алкоголем. Я, судя по всему, в парфюмерии по очень крепким вещам. По таким 42-45 градусов. Да все сегодня пришли, батюшки мои. И мне нравится вот это. Я не люблю условную, условные Винью Верде. Акварельки. И как, например, не мой парфюмер Ильина, так не мой парфюмер Шелдрейк. И есть ощущение, что это работы другого мастера. Смотрим на Ля Про Е. Вероятно, это значит, что для мужчин. Хотя мне казалось, что Хомбри должно быть. Но не важно. Короче. С диска абсолютно другая картина. С диска вообще похоже, что это удовый аромат. Но я не исключаю, что это правда уд. Вы ещё траться начните на камеру. Сейчас, может, что-нибудь интересненькое будет. Я пока рассказываю. Короче. На коже это не то же самое, что на блотере. На коже это густая гурманская смесь с кофе. Бессмертником. Пацаны, ну что-нибудь будет происходить интересное? С кофе бессмертником. Что ещё пишу? Кожа сладкая. Что-то вот такое, как крепкий ликёр без сливочного намёка. Ну а с диска это прямо чисто удовый аромат. То есть здесь довольно явно эта нота. Ну назовём его так вот, да? Некая кожаная, анималистичная древесность. Мне кажется, что тут есть шафран, потому что есть йодист, есть характерная для удовых композиций. Есть лабданум либо ладан. Я склоняюсь больше к лабдануму, потому что вот ладан всё-таки... Опять же, я уже говорила несколько, что я его как-то читаю неверно. Мне нужно немножко над ладанной своей радаром ладаном поработать, поднастроить его почётче. Сухофрукты, но с диска вообще не то. А пшикнута у меня вот сюда. О, здесь вообще абсолютно другая картина. Здесь просто гурманское варево. Я его отношу к семейству Ля Куш Ду Дьявль и Арабии, когда плотно собранная сухофруктово-алкогольно-миро-бальзамно-древесная композиция. Ну вот они с разными аспектами. Про Арабии я скажу в конце обзора, потому что этот аромат, который у меня был в разносе. Ля Куш у меня во флаконе, я тоже про него расскажу коротенько. Но в целом это вот эта тема, рижский бальзам, алкогольность, вечер, сладость, роскошь и так далее. Очень красиво всё, но на ваде абсолютно другая картина. Может быть, вишня здесь какая-то есть? Давайте посмотрим, что в пирамиде. Нас интересует ля прое пурлембр. Мягкий, пряный, кожаный, ванильный, сладкий животный, бла-бла-бла-бла-бла. Что? Лакричник, кожа, ваниль в пирамиде? Ну вы хоть чуть-чуть бы ещё карты чуть-чуть приоткрыли. Ну, кстати, лакричник. Мне казалось, что я по этой ноте здесь его не слышу. Здесь просто широкополосная бальзамная гурманика. Вот второй аромат на меня произвёл впечатление. А что это такое? Я что, перельёс сейчас? Что произошло? Второй аромат, вот этот самый перелюзман. Что я про него могу сказать? Эта удовость меня относит к моему любимому афлакониному мизенсёру оригинал уд. Возможно, кстати говоря, уда нет в пирамиде, мы сейчас посмотрим. Пока мне интересно вслепую, что у меня оттуда читается. А читается мне кожа, фиалка. Такой, знаете, они бывают все примерно плюс-минус одинаково собраны. Для меня это семейство. Это мизенсёра оригинал уд, аквадепарма, колония интенса уд и так далее. То есть очень... В них почти нет анималики, если есть, то это только кожаная и довольно сдержанная. В них много офисной чистоты и мускусов интересных. Говнистость, наверное, лёгкая есть. Очень динамичный аромат. Я себе это отдельно пометила, потому что он как бы от момента первого пшика до усадки прям меняется на глазах. И сначала какой-то динамичный такой яркий апельсин, потом уд, фиалка, кожа. Холодный чистенький уд с газовым оттенком. Я полагаю, вот я уже про это говорила, я полагаю, что эта кожа так играет. У неё есть ощущение... Я иногда улавливаю газовую ноту. Также вангую, что здесь есть что-то бальзамное, типа Бессмертника или Миры. И вот эти мускусы, которые... Вот если здесь был Гришенька, а не Яшенька, то вот я могла бы сказать, вот это им пахнет. Потому что котом пахнет, который спал долго под одеялом с головой. Давайте посмотрим, что это Перелюзман. Мне на секунду показалось, что я даже бы хотела флаконить, потому что из всех лютанцев, которые я обзирала последние дни, это, наверное, понравилось мне больше всего. Но меня остановило то, что у меня есть ут, мускус, который меня устраивает, мизенсёр. И поэтому это настолько очевидно. Братья двоюродные, неродные, что, наверное, тратится на небоскрёб за баснословные бабки. Я не стану. Удовый, розовый, цветочный, свежий, пряный. Ну-ка. Ут, роза. Спасибо большое. Спасибо большое. Какое утро... Ну, то есть здесь не бросили никаких костей на тему того, чтобы нам было полегче ориентироваться с пирамидами. Кстати, by the way, считают, что это похоже на Дон Фредрика Маля, что на Ук Силк Муд похоже. Может быть, на Роузу, на Роял Роузу от Микалёв. Ну, нет, это гораздо интереснее. Линейка сравнения мне много о чём говорит. Уд Палао от Дептик. То есть, как бы, знаете, среднестатистический европейский уд, я бы сказала так. Чистый, офисный, не сильно энергичный, не слишком сексуальный, не слишком анималистичный, прикольный. Наверное, из всех лютан... Ну, хотя вот тоже странно. Странно, если выбирать вот всё... Сколько их было? Три раза по четыре, это двенадцать, плюс ещё сегодня три. Из пятнадцати ароматов выбрать на все хаить, что они бесхарактерные, вялые и информационно жиденькие. И вдруг выбрать абсолютно офисный форматный аромат. Это было бы странно. Хм... Но, тем не менее, для меня вот эта вот двойка, наверное, ещё с натяжкой более-менее интересна. Меня очень разочаровала Леурфелин. Где ты? Я была уверена, что там... Ну, то есть, это всё-таки классика жанра. Как льви... Ой, львица. Волчица, как девушка на шпильках. Сиротка тоже, вроде бы, как склоняется очень часто в обзорах на лютанца. Я не представляю, с чего она состоит, как её слышу я. Меня ошарашило мужским люксом девяностых. Такой какой-то озоново-акватический ветивир вначале. Он быстро, слава богу, ушёл и осела. Хвойная история, и я не могу понять. Я 700 раз прошерстила свою всю фрагу, на что мне так сильно похоже. Либо это такая хвойная роза в духе немножечко упрощённых эпик, например, эпик атамуаш. Либо это хвойно-ягодная какая-то история. Но я не смогла найти. То есть, я точно знаю, опять, за шазамить аромат невозможно. Я точно знаю, что это на что-то мне очень похоже, но на что не смогла поймать. Ветивир хвоя в развитии интереснее и слаще ягоднее. Хвойная роза, кислый эпик, я пишу. Давайте посмотрим, что по пирамиде себя представляет сиротка. Думаю, что она, конечно, гораздо более многогранна, чем мне слышится. Однако, на сегодняшний день, после того, как мы знаем все современные ароматы, гораздо более интересно раскрывающие тему хвойных цветов, мне кажется, она очень вторичная. Ладан! Ладан! Да ладно. Да вы чё? Ладан, мускус, больше ничего здесь нет. Мне вообще не понравилось. Может быть, это какой-то свежий разлив, который не очень имеет отношения к тому, что было в классике, в первых изданиях, потому что это аромат, очевидно, не последнего десятилетия. Давайте посмотрим, когда он сделан. 14-й год. Ну, последние десятилетия, тем не менее. Короче, я не поняла юмора вообще. Сиротка сильно мимо меня. Короче, сейчас расскажу про свой... Я буду коротка, потому что я не хочу тоже перебарщивать по 25-му разу, повторять то, что я уже рассказывала в тех или иных обзорах. Я просто расскажу кратко свой путь в лютанцах. Первый мой лютанц... Какой-нибудь Ширги, наверное, был. И то, что я могу быстро проскролить в своем рассказе... Ширги, Ню де Селефон, Дату Ренуар, Сентал Мажускюль, Флёр де Ситроньер. То, что я слышала, то, что я скроллила... Это не были ароматы подряд, но это были точно ароматы, которые такая... А, всё ясно, здесь даже некуда копать. Это всё можно носить. Это всегда что-то, что абсолютно в любой день недели, в любом настроении, в любом состоянии здоровья ты пшипнешь, а ты не умрёшь. Ты думаешь, ну да, я буду приятно пахнуть. Для меня это потому и неинтересно. То есть это слишком универсально. Мне всё-таки прикольно найти аромат, который в данном... В этом времени и месте будет идеально мячиться с моим... Каким-то вот с моими особенностями на данный момент состояния и настроения. И поэтому эти ароматы... Ну, возможно, Ширги когда-то был сенсационным. Сейчас он для меня просто очень среднестатистический. И я таких ароматов слышала миллиард, и мне неинтересно. Нюди Селяфан... Селяфан тоже. Датура Нуар милая, хорошая, чистенькая, не страшная и не злая. Санталь Мажевскуль точно такой же. Приглаженный, приятный аромат. Ну, короче, вот я перечислила эти вещи, которые меня совсем не тронули, потому что они были очень для меня обыкновенные. Дальше три аромата, о которых я отдельной группой хочу сказать. То, что я знаю о лютанце, то, что мне тоже не зашло. Не зашло потому, что именно нота сама. Например, Витриоль Дайе. Гвоздичная, очень активная гвоздика. Как вот сегодняшний, из утреннего выпуска. Первый Серж Нуар, где гвоздика постепенно поглощает весь аромат. И все сводится к ней. И вот там точно так же, то есть там еще гвоздика заявлена в названии, поэтому нет шансов. То есть весь аромат про гвоздику, это надо любить и понимать. Я пас. Хотя он был сделан интересно. Ты берешь Кременель, у меня даже каким-то чудом во флаконе, там вот совсем чуть-чуть. Это арт. Это как раз густой, крепкий алкоголь. Это как раз аромат, который меня по насыщенности вовлекает. Но я как-то не бываю в таком настроении, чтобы его надевать. Муску Блайхан, мне он был интересен как упражнение во вкусе, как упражнение по анималике. И мне хотелось послушать мускусы, от которых говорят, как будто это какой-то ужас ужасный. На мне он абсолютно не открывается. Никакой с саниной, потиной. Комфортный. Нет, там есть как будто немножечко вот такое потухшее тело, но оно абсолютно не страшное. То есть это не было авангардным ароматом для меня, не было ароматом-вызовом. Очень комфортные, мягкие, пушистые мускусы. И, ну, ничего прям такого особенного. Хотя мне так нравилось, думаю, что Блайхан – это что-то вот такое восточное и классное будет. Классного не случилось. Вполне обыкновенный мускусный мягкий аромат. Араби – это моя потеря, потому что мне очень нравится начало. Несмотря на явную фруктовость, но там сухофруктовые, там все-таки компоты с черносливой и кураги, с лавровым листом, с какими-то мускатами, с чем-то таким. Но быстро очень улетучивается вся интересная часть, и остается только компот. Только медовые эти фрукты, сухофрукты. И как бы мне не хотелось продлить мгновение от начала аромата, он очень быстро становится тоже сладким, закругленным. И я закончу все-таки на любви. Я флаконила «Couche du Diable». Для меня это один из самых интересных образцов во всей линейке, потому что мне там есть куда путешествовать. Я люблю, когда в аромате мне что-то непонятно, и мне хочется всматриваться, всматриваться, вслушиваться, ждать нового поворота и ловить собственный шлейф, что, да, блин, слушай, как интересно, три минуты назад пахло только бессмертником и ришским бальзамом, а сейчас это ушло в какой-то ут и дым. То есть мне по нему интересно путешествовать своим восприятием. Это интересно. Это не так остро характерно, как, например, мои любимые бессмертниковые ароматы, той же самой «Инкарне», но из всего лютанца, разве что «Couche du Diable» и «Любовь», «Любовишна» – это, конечно же, «Дэпрофундис». Для меня он не является ароматом тоски или чего-то такого. Он не похоронный, он не печальный, он не мрачный. Это очень красивый цветочный набор. Ну, как бы с хризантемами, но там, понимаете, хризантема сама по себе цветок такой неоднозначный, что, с одной стороны, он как будто бы очень сдержанный вот в этой своей, в этом отсутствии красоты. То есть это не душистый цветочек, это не прекрасный колокольчик, это не милая девочка с нарощенными ресницами и длинными белыми волосами. Это очень простой и, как же это сказать, минималистичный, да, в каком-то смысле цветок, у которого никаких ярких перьев из него не торчит, он просто такой сдержанный, аромат у него такой же. Он не душистик, не милаш. Это аромат с оттенками перечного, толка, овощного, чего-то вот такого. Мне вообще раньше казалось, что хризантема пахнет противно, и сейчас я обожаю. И как она сделана у лютанца? Де Профундис очень красивый. Он полный влаги, он полный, ну, нарядности даже отчасти. Я не слышу в нем никакой тоски, как, например, идеальная для меня хризантема в женских мифах и муаж. Здесь она такая красавица, ну, просто. То есть она очень аристократичная, она очень аккуратная. И, возможно, именно потому, что сама нота, взятая за основу Де Профундис, странная. Поэтому мне это не звучит, как, блин, очередной серж, который похож, сука, на все на свете. А здесь, потому что сама по себе хризантемная нота редко встречается, вот он и поэтому не похож. Он не кажется усредненным каким-то приятным ароматом. Такой недониша, но перелюкс, вот что-то такое. Я не считаю, что Де Профундис звучит нишево или странно. Он тоже в каком-то смысле люксит, потому что он понятный в своей красоте. И эта красота для меня безусловная, она не сложная. К ней не нужно привыкать или пристраиваться. Когда, например, мы говорим про удовые ароматы с говнистыми нотами, нужно научиться от них кайфовать тоже. Для меня Де Профундис абсолютно кайфово. С самого начала это было сразу понятно. Когда я заказала 5 миликов себе года 3, наверное, назад. И с тех пор так над ними тряслась, так экономила, что они в большей степени выпарились, чем на мне были сношены. Но вот это тот аромат инвестиция, который меня, очевидно, ожидает в этом году. Потому что я очень хочу его. Понятно, что не колокол, но я и колокола не хочу вообще. Мне не нравится идея сплэша ни в каком виде. Небоскреб мне не нравится как художественное решение. Я считаю, что флаконы не попадают под запахи. Хотя вот эти два, вот если они в небоскребах, вот этот перелез и пае какой-то, они как раз, кстати, вот прям небоскребные. Они такие офисный, аромат такой, ни у кого не вызывающий вопрос. Типа, боже, ты что, парфманьяк, как это странно пахнет. А вот Депрофунис, я не представляю, что он делает в этой линейке небоскребной. Он очень странный, тут они, наверное, не ляжут. Всё. Я честно старалась. Я не была предвзята. Я старалась не скатываться вот в эту идею, что сейчас вот один, другой, пятый, десятый, без разбора. Сейчас мы всё будем критиковать. Мне хотелось вдуматься в каждый аромат. Мне кажется, что марку я испила до дна. Возможно, там есть hidden treasures, какие-то скрытые сокровища, до которых у меня руки не дошли, да и уже и не дойдут, потому что у меня уже всё понятно, это просто не моё и всё. Тем не менее, резюмируя, это всегда приятно. Это никогда не экстра. Это никогда не слишком сложно. слишком артово, артхаусно или авангардно. Это всегда очень гуманно сделанные ароматы. Они почти все унисекс, агендерные и несексуальные, потому что они как бы не подчёркивают ни женственность, ни мужественность. Так, у меня звонит сын, это значит, что мне пора завязывать, да? Ребза, давайте я уже на звонок не буду прерываться и возвращаться. Просто скажу пока. Спасибо за терпение и понимание.